поправь щелочку поправь данька собрался дам собрался тут люди смотрят все да все видео пошла съемка так хорошо я студии хорошо давайте 34 вернее то 3 2 1 поехали итак всем привет здравствуйте это данила зевс всех приветствую очень приятно вас всех видеть что хочу сказать непосредственно продолжаем делать прогнозы правильно ребятам это прогнозы здания зевса и мы идем вперед ну что ребятки у нас есть с вами вчерашний день а вчера было у нас какое числу вчера было двадцать второе правильно и вчера мы хорошенечко дача нам на нюке прошу прощения заранее сразу перед вами но тем не менее мы движемся мы анализируем мы работаем и так все начинается дело у нас того что кик орбит играли у нас каждого с 2 и мы можем с вами сделать вывод что орбит по ходу выигрывает по технической победе но тем не менее они так должны были бы выигрывать я так думаю идем дальше дальше у нас титан эпсилон ну тут принципе мы говорили о том что титаны должны побеждать у команды эпсилон хоть и французский за французская заруба но титаны все-таки выглядят сейчас конечно же сильнее дальше у нас на то свинцеры и дача не которые дали камбэк на нюке ну ребят в оправдание скажу что это нюк и у нас действительно на нем есть проблемы ссор ребята но это правда по поводу того что как вы видели сами наверное эту игру большинство из вас за контрол жестко ремнячили но потом за атаку к сожалению не смогли взять ни раунда все расстроены парни честно говоря потому как до этого тренировались на нюке с поляками и за атаку игра была совсем другая не не поймем что не получается не можем пока найти своей игры мало мы времени действительно посвящаем последнее время нюку и тренируемся больше на других картах потому как вот впереди у нас сейчас будут матчи best of 3 и будем играть в первую очередь другие важные матчи да вот на других картах а вот на и си у нас почему-то выпадает нюк ну извините ребят будем что будем тренироваться будем идти вперед хорошо что хотя бы за defense пошло они как против фнатиков но за атаку теперь будем думать что делать и как быть ну что ладно идем дальше дальше у нас вертус про пента вертус про пента у нас мы видим что не без проблем вертус про выиграют у пенты хотя я говорил о том что матч очень опасный но все таки преимущество в этом матче все таки конечно же было у виртус про поэтому виртус про выигрывает 2-0 дальше у нас есть сцену здесь всем уверенно это не мы это не нюк это до с 2 на котором кстати есть и хорошенечко недавно отлетели но они сейчас выигрывают уверенно 64 дальше нас титан виртус про вот здесь конечно для меня непонятно то есть то что непонятно ну просто я говорю о том что это опасный матч лучше от него воздержаться да я говорю о том что по идее вроде виртус про но мы видим Потому что Virtus.pro показывает, что они не в форме. То есть они продемонстрировали это в очередной раз. И Титаны уверенно выигрывают 2-0 по картам. Вот единственный матч, который действительно для меня стал непонятным. Как ХР умудряются выигрывать столько игр и проигрывают средним датчанам. Хотя, признаться, я вчера смотрел немного игр, некоторые карты в этой встрече. И могу сказать, что эти датчане, кстати, очень неплохо стреляют. И моментами неплохая тактическая игра. Очень мне понравилось, как они играли вчера на Dust2. Особенно датчане делали жесткий камбэк. В итоге закамбэчили. Ну, а HellRaisers не повезло, скажем так. Они не дотащили. Устали, наверное, парни. И, к сожалению, слили. Но тут тоже сложный матч был. Поэтому, в принципе, такое возможно. Ладно, ну что. Вчерашний день прошел. Движемся дальше, ребят. Дальше у нас новый день. 23 число. Сегодня у нас есть замечательные игры. Чемпионат, который будет проходить в Америке. Который MLG, да. И это будет LAN, ребята. Ну, сразу можно сказать, Fnatic Liquid. Мы видим, что Best of One. Карта неизвестна. Поэтому будет вычеркивание. Поэтому в многих матчах, конечно, будет зависеть все от карты. Но здесь я поставлю все-таки победу Fnatic'ов. Процентов 65. 65 процентов на Fnatic. Я поставлю, несмотря на какая карта. Все-таки, ну, какой-то очень незначный. Какой-то вообще непонятный состав у Liquid. Поэтому все-таки Fnatic'и должны, конечно же, выигрывать этот матч. По идее, даже уверенно. По идее, можно лить топ, ребята, в этой игре. Идем дальше. Дальше у нас LDL-C. CLG. И мы видим, что LDL-C. Что тут за состав? Тут тоже непонятный состав. Тут играет девушка какая-то. Бу-га-га. Вот. И тут вообще, кто? Что это происходит? Тут она наркотепла. Сидит, короче, здесь сложный матч. Но, конечно же, уверенная победа должна быть от LDL-C. Я не знаю, что это за ребята. Поэтому ставим победу на LDL-C. Тоже примерно, как и на Fnatic'ов. По идее, можно лить топ. По идее, 70% у них они должны выигрывать. Опять-таки, часовой пояс, адаптация. Все эти дела в теории могут повлиять. Но, по идее, это те команды, которые уже знают свое дело. Это профессионалы LDL-C. Fnatic. Это самый серьезный топ. Поэтому, думаю, что они должны выносить эти команды уверенно. Дальше идет Nip Dignitas. Вот это, конечно же, интересная встреча. При том, что Dignitas с новым составом, с Кориганом, они уже недавно встречались на отборочных. И на каком-то Best of 3 они, короче, играли. И Nip'ы смогли выиграть 2-1 по картам. Ну что, Nip'ы, финалисты Dreamhack'а. Getrite, топ-1. Ну, не знаю. Наверное, все-таки поставлю на них. 60 на 40. Но многое будет зависеть, ребят, от карты. Я вам честно скажу. Но мы знаем, что у Nip'ов есть одно преимущество всегда было над всеми. Это то, что они тренируют практически все карты. И поэтому им всегда легко было подбирать под соперника ту карту, которая нужна. Которая самая, наверное, будет неудобна для соперника. Они делали это много раз с нами. Я думаю, в очередной раз они сделают это с Dignitas. И все-таки вставлю на них процентов 60 на их победу. Nip'ы должны побеждать в этом матче. Хотя, ребят, ну, это матч будет серьезный. Потому что Dignitas, как по мне, это команда не Liquid и не CLG. Это все-таки посерьезнее соперник. Дальше у нас Cloud9. Кабум. Кабум, кабум. Ну что, у нас есть Fallen, который, в принципе, может собраться. У нас, в принципе, тут, видим, неплохой состав, стил туда. Но, ребят, ну Cloud9 все-таки я не знаю. Nuffing, ты соберешься вообще? Я не знаю, когда... Nuffing начнут... Nuffing. Когда Cloud9 начнут вообще браться и выигрывать, я не знаю. Но все-таки в этой встрече я поставлю 55%, максимум 60% на Cloud9. Не знаю. Мне кажется, что они должны у себя в стране брать и выигрывать у команды Кабум. Иначе, ребята, вам реально пора менять состав. Я не знаю. То есть, как бы, ну, это мое мнение. Это вот объективно я ставлю на Cloud9. Идем дальше. Дальше. Fnatic L.D.L.C. Вот это вообще, конечно же, интересная игра, ребята. Здесь рили 50-50. И здесь рили посмотреть. Надо сделать вывод, какая здесь будет карта. Тяжело вообще делать ставку. Но... Наверное, небольшое предпочтение. Наверное, не мосюсеньчка. Я все-таки отдам реверный L.D.L.C. 55%, ребят, я поставлю на L.D.L.C. Если вы чувствуете сердце, может, фнатики, сука, сегодня фнаты. Ну, можете делать ставить ставочку. Если вы чувствуете L.D.L.C. Еще и Зюсю послушайте. То, как бы, в общем, получится, что 55% на L.D.L.C. Все-таки, мне кажется, что у них преимущество над фнатиками. За счет карт. И, ну, все-таки, несмотря... Хотя фнатики, опять-таки, обыграли их последний раз. Который я помню на лане. Это было на DreamHack. Best of 3 на решающей карте The Overpass. Но, ребят, вы помните эту победу. Вы помните подсадку этого Олафа. И помним, что ребята сняли с турнира в итоге. Потому что выиграли нечестным путем. Хотя спорная ситуация была. Но, тем не менее, я ставлю 55% на L.D.L.C. Но, ребята, это действительно игра жесткая. Может быть, даже игра, которая, в теории, может быть, финала вообще этого турнира. Потому что это очень серьезные команды. Посмотрим. 50% на команду L.D.L.C. Ну, CLG Liquid. Это вообще такие местные разборки. Тут вообще непонятно. Ну, чисто не знаю, ребят. Тут не буду ничего говорить. Я не в курсе этой игры. Воздержимся. Nipy Cloud9. Ну, ребят, давайте сделаем вывод, как Nipy сыграют с Dignitas. Давайте сделаем вывод, как Cloud9 сыграют с Kabum. Посмотрим карт, взвесим. Ну, и уже будем более увереннее говорить. И, наверное, также посмотрим, как Dignitas сыграют с Nipy. Как Kabum сыграют. Ну, то есть, как бы, давайте анализировать. Давайте следить. А потом от этого отталкиваться и уже делать, действительно, ставить ставки. Я, несмотря ни на что, поставлю на Nipy 60% против Cloud9. Конечно же, поставлю. Потому что Nipy прилетели. Nipy хотят браться. Cloud9 в последнее время своей игрой не впечатляют, если честно. Поэтому поставим на Nipy. Если Nipy вообще уверенно будут играть, можно поставить на них больше. И в теории лить топ. Опять-таки, вы должны последить. Dignitas, Kabum. Я поставлю победу на Dignitas. Все-таки, Dignitas должны, по идее, выиграть у Kabum. Но опять, ребят, посмотрите, как они сыграют с Cloud9. Посмотрите, как Dignitas сыграют с Nipy. И от этого уже мы будем с вами делать выводы. Уже будем от этого отталкиваться. Но это как бы основные моменты. Ну, на Dignitas я поставлю 65-60% все-таки на них поставлю. Другая школа, да. Другая школа КСа. Бразильская. Но мы европейцы. Вообще стабильно в топе. Европа всегда берется. И была одна команда в Америке, которая жестко бралась. Ну, которая немножко залашила. Это команда Abay Power. Которая решила провернуть махинацию. Поставить на себя денег. И я не то, чтобы там буду их критиковать. Или я там прямо против этого, да. То есть, я не ставлю, но я не там скажу, что я там прямо обеими руками, что я против. Ну, люди там как бы, ребята, решили так заработать денег. Ну, почему нет? У них такая... Они считают, что это правильная для них система. Но я, ребята, против того, что если ты уже что-то делаешь, то делай это уже уверенно. По крайней мере, так. Вот. Но они сделали это, во-первых, очень тупо. Всем это все показали. И, скорее всего, испортили себе карьеру. Ну, ребята... Не фарт, не фарту вас посетил. Ну, собственно говоря. И немножко тупости. Ну, ладно, ребят, что. Желаю вам удачи. Это был Даня, Зевс. Пока. Хорошего настроения. Выигрывайте. Это были прогнозы с Зевсом. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok